друзья доброе утро всем приятного завтрака я сделала себе гренки с яйцом молоко закончила сделала только с яйцом тоже очень вкусно рекомендую вам с кофеёчком очень нравится мне всем приятного я решила сделать по совету наташи такую пасту специальную с авокадо авокадо у меня созрел купила в магните сыр рикотта груши и мед думаю что сочетание будет замечательная вот эта баночка сыра стоила 56 рублей смотрите вот так она выглядит авокадо я естественно вымола так сейчас я его разрежу и будем смешивать сыром он мне немножко даже переспел темные места появились сейчас я вот это все темненькое уберу а светленькое применим для нашей пасты смотрите баночка оказывается как выглядит вот рикотта это белый сыр а здесь груши и мед и нужно растолочь растолочь все вместе вилкой авокадо очень податливый мягкий вилочкой разминается очень хорошо друзья намазка наша готова паста паста с авокадо сыром рикотта и груши и мед почитала об авокадо оказывается такой полезный фрукт витамин к витамины группы b практически все защищает кожу от старения защищает от рака от сахарного диабета от сердечно-сосудистых заболеваний дает организму молодость можно так сказать и повышение иммунитета давайте попробуем конечно вкусно очень вкусно тоже спасибо за рекомендацию очень вкусно все слопаю с огромным удовольствием всем приятного аппетита друзья с радостью приветствую вас у меня на канале всем добро пожаловать всем огромный привет из волжска я иду в аптеке плюс там остался вернее осталась упаковка последняя препарата который мне нужен румынский похоже румыны тоже перестали нам поставлять что буду делать не знаю еще есть финский финский пока есть вот думаю надо впрок что ли купить прям страшно становится потому что на российском не представляю как буду сидеть если вдруг придется ой мамочки потому что мне румынский с финским то понимаете тоже не подходит особо то ладно решим проблему все общем я побежала приглашаю вас с собой хочу поблагодарить всех кто написал мне отклик на мои покупки на лонг сливы что вот кто-то написал что черный мне подошел кто-то написал что сердцем на груди красивый я честно вам скажу я сдала оба почему потому что черный я посмотрела как следует мне кажется вот этот квадратный вырез грубовато на мне смотрится не идет мне это во первых во вторых он короткий его и заправить нельзя и оставить наружу он знаете такой приталенный в общем не туда и не сюда я хотела бы чтобы вещь более была подходящая более как-то вот радовала меня в таких сомнениях что вот не нравится но все равно оставлю этого я не хочу в общем я его сдала почему сдала второй темный сердцем на груди очень большой длинные рукава плечи кажутся большими у меня было ощущение что я игрок в регби вот так выгляжу в общем его тоже сдала но посмотрим там может быть еще что-то понравится когда-нибудь еще что-то подберу вообще самые классные лонг сливы хлопок 95 процентный это от же там пять процентов эластана у них вот от от же так что если будете смотреть в озоне смотрите вот же я очень люблю лонг сливы мне нужно чтобы руки были закрыты что были длинные рукава мне так нравится мне так комфортно это грубо говоря футболка с длинным рукавом и мне нравится когда рукава прилегают вот именно тот же такие лонг сливы так хорошо сидят так что еще поищем посмотрим сегодня у нас плюс 10 представляете какая теплы не но зато очень сильный ветер поэтому я как так это еще пока по почти по зимнему одета а вообще можно уже переходить на черную куртку и ходить без шапки потому что ветер теплый у меня сосна качается сильно я думаю ой какой холодный ветер нет да действительно ветер есть но он теплый так что можно было полегче одеться но теперь уж возвращаться не буду все вперед опять видимо тут то ли обвалилась у них то ли нового песка навезли непонятно все загородили делать ничего не делают памятник советскому долгострою не знаю когда крыльцо крыльцо сделают нормально иду опять в аптеке плюс еще один препарат заказала через приложение потому что боюсь что они пропадут исчезнут вот например в апреле уже даже на складе нет этих препаратов думаю дай-ка я еще один пузыречек закажу на будущее поэтому сейчас иду в аптеку опять девушка мне сказала что если заказываете через приложение по чеку у вас вышел промокод по предыдущему вот ведете промокод 100 рублей будет скидка все ввела никаких 100 рублей в общем везде все одно и то же я последнее время сколько сталкиваюсь да ребят что на работе при расчете что пенсионный фонд еще где-то что-то было я уже забыла в общем все что денег касается говорится одно делается совершенно другое сегодня выставка кошек продажа котят ленина 71 с 10 до 19 ребят мне нужно было на почту зайти здесь почта в доме на дружбе отправить заказное письмо нет сотрудника заказное письмо мы не отправляем мы вообще не несем никакой материальной ответственности материальной ценности не принимаем не отправляем приходим только для разбора писем так что имейте ввиду на дружбе почта фактически не работает это нужно на маяк или в центральную сейчас зайду на центральный рынок посмотрю там сухофрукты ой на центральный рынок на дружбинский рынок слива красивущая какая почем слива турику хочу взять слива 500 рублей ох как птички поют выводят соловушка что ли хотела вам сказать что чайки я думаю почему неделю неделю у меня под окнами кружат знаете по 20 штук там по 30 штук и кричат они что гогочут эти чайки с 4 утра начинают кружить и кричать стаями устая пролетела и все потом затишье где-то с четырех до пяти до пол шестого может быть бывает так я думаю почему они кружат вот с наташей встречались наташи скажут мне чайки прямо атаковали я-то думала они здесь зимуют наташа это не улетают я почитала действительно они зимуют на черном и каспийском море некоторые летят до китая и до японии представляете в чайки улетают в китай в японию а некоторые действительно по каким причинам я не знаю остаются на своем месте вот здесь на волге где есть реки озера остаются зимовать здесь думаю ничего себе то есть вот то что я слышу под утро они кричат стаями пролетают это они возвращаются с юга домой они перезимовали все возвращаются и возвращаются понимаете как-то очень организованно каждый божий день под утро прям вот с целыми стаями как будто не знаете по расписанию сегодня одна стая вернулась завтра другая послезавтра третье а может быть у них действительно все так заведено природой они понимают что вот там может быть видит впереди какой-то косяк летит следующий может быть задерживается может они все разом не прилетают я не знаю ну я говорю очень организованно прям я удивлена так что если вы не знали я вот не в курсе было событий что чайки зимовали на черном на коспийском море все возвращаются домой я тоже вернулась домой что купила на рынке сейчас вам покажу вы знаете на улице так хорошо прям домой заходить не хочется ветер утих тепло красота гуляй гуляй я уж нагулялась честно говоря гулена прелесть 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 баклажан взяла очень захотелось баклажанчика жареного лепешку взяла не знаю узбекской азербайджанская наверное азербайджанская у них все азербайджанская очень мягкая свежая и был даже такой момент я однажды зашла лепешки у них лежат там прям вот ну много штук было я говорю лепешку возьму она говорит вы знаете все продано уже то есть заранее люди предупреждают что придут заберут урюк взяла такой средненький даже ближе наверно к мелкому 350 рублей за килограмм я уже так делала ребята вам рекомендую конфеты покупать не буду отказываюсь от конфет от батончиков вместо этого буду есть урюк по крайней мере в нем натуральный сахар не искусственный не синтетический и для пользы дела друзья на сегодня с вами прощаюсь обнимаю вас желаю вам крепкого здоровья надеюсь что увидимся завтра пока пока